мое почтение я александр михельсон и сегодня я хочу вам представить автомобиль который только что буквально появился в салонах дилеров и завтра состоится его официальная презентация это новый супер компактный или суп компактный кроссовер называется он ford eco sport это автомобиля который представляет сегмент который сейчас бурно развивается это модели с высокими клиренсами которые делаются по сути на базе малолитражек задал тон в этом сегменте nissan джук и после того как этот автомобиль начал очень хорошо продаваться все производители последовали его примеру и вот ответ ford а называется автомобиль еще раз повторюсь эко спорт и сейчас я в формате лайф обзора расскажу вам о этом автомобиле но по крайней мере вводную основную информацию перед большим полноценным тест-драйвом несмотря на скромные размеры выглядит эко спорт достаточно солидно видимо этого и добивались дизайнеры дабы не превратить автомобиль уж совсем откровенно женский внушительно выглядит впереди решетка радиатора она приведена в соответствии с новой стилистикой ford похоже будет выглядеть скажем новый новое поколение среднеразмерного кроссовера эйдж обратите внимание по сути здесь две решетки радиатора весьма причем условных 1 очень узкая вверху в нее интегрирован логотип а ниже вторая она значительно больше а еще ниже вот такая окрашенная не в цвет кузова губа еще один отдельный элемент по последней автомобильной моде у модели достаточно сложная оптика впереди есть элемент без которого сейчас ну просто вообще никак нельзя это реснички внутри передних фар в бампере ходовые огни на сзади фары тоже составные из нескольких элементов ну тоже дань моде причем справа фару вмонтирована ручка открывания задней двери если честно то я ее чуть не оторвал я ее пытался дергать под разными углами но оказывается под ней есть кнопка которую нажав вы дверь легко откроете некоторое удивление у меня вызвала распашная дверь на достаточно маленьком автомобиле вот так она открывается на каком-нибудь большом toyota он круизер prato это смотрится вполне уместно а вот на экоспорте это не то чтобы неправильно скорее непривычно сделано так ровно для того чтобы максимально увеличить размер багажника экоспорт сейчас единственный компактный кроссовер у которого запаска размещена на задней двери в результате объем багажника получился в двух размерах причем это либо 310 либо 362 литра а дело в том что спинки задних сидений сиденья задние они сдвигаются и когда они сдвинуты максимально вперед получается большой вариант размера 362 литра а когда они наоборот сдвинуты назад максимально получите 310 литров ну согласитесь 362 литра для субкомпакта это очень много это очень хороший показатель еще один крайне важный параметр это клиренс в зависимости от типа привода он составляет либо 200 либо 203 миллиметра ну то есть 20 сантиметров что для компактного кроссовера просто очень много плюс обратите внимание на очень короткие свесы думаю по внедорожным качеством экоспорт будет лидером в классе однозначно по крайней мере пока не появится не появится в продаже джип ренегат тоже компактный кроссовер который обещает быть весьма и весьма талантливым в плане внедорожности и еще одно уникальное умение этой модели возможность преодолевать броды глубиной 55 сантиметров если не ошибаюсь у реального проходимца у вас патриот этот показатель составляет меньше составляет 50 сантиметров правда не совсем я понимаю с какой целью у компактного кроссовера есть вот вот такой показатель думаю что это совершенно вещь избыточная теперь давайте посмотрим что у автомобиля находится под капотом и я вам параллельно расскажу про двигатели автомобиля их два на российском рынке оба они бензиновые начальный объемом 1 и 6 литра мощностью 122 лошадиные силы и 2 2 литровый мощностью 140 лошадиных сил дизеля пока не будет а может быть не будет вообще в качестве трансмиссии вариант шестиступенчатая механическая коробка или робот power shift но правда производитель называет эту коробку автоматом хотя вот все же это робота power shift причем гарантия на него дается четыре года теперь давайте заглянем в салон у нас здесь космический фордовский дизайн он стартовал на ford focus потом появилась ford куга тоже кроссовер у которого этот дизайн еще более такой футуристичный и вот в экоспорте это все несколько спокойнее все это выглядит конечно попроще но тем не менее стилистика соблюдается весь пластик в салоне к сожалению жесткий ну и по большому счету от такого уровня и такой цены автомобиля большего наверное не стоило ожидать у всех практически конкурентов сделано именно таким образом на переднем сиденье достаточно легко устроиться здесь нет никаких никаких проблем с эргономикой обращаю ваше внимание что автомобиля вот в этой максимальной комплектации мультируль и с него можно управлять и мультимедиа и настройками другими автомобиля есть маленькие весьма мониторчик утопленный вот в такую глубокую очень глубокую нишу он монохромные и как так смотрится скромно по нынешним по нынешним временам но тем не менее выводит всю нужную информацию на экран и она легко читаемая это это безусловно сами приборы утоплены в глубокие колодцы тоже по современной автомобильной моде но ничего выдающегося нет и наверное самый интересный показатель в этом автомобиле который лично меня больше всего интересовал это конечно же то как можно разместиться на задних сиденьях так вот сев сам за собой я могу отметить что коленками я спинки передних сидений задеваю но скажу так что передние сиденья значительно сдвинуты назад то есть они сдвинуты таким образом чтобы вперед можно было садиться но совершенно не задумываясь там не опасаясь чего-то задеть и вот с моим ростом метр восемьдесят пять я коленками задеваю если переднего пассажира усадить чуть менее комфортно сократить ему жизненное пространство немножко то я думаю и я усядусь таким образом что передних сидений спины передних сидений задевать не буду но стоит признать что сзади все-таки у эко спорта места мало опять-таки совершенно в рамках классовых норм нет к сожалению вот таких субкомпактных кроссоверов у которых можно было бы сзади вытянуть ноги на то они наверное и субкомпактные кроссоверы ну и заключение два слова оценок начальная цена автомобиля 699 тысяч рублей причем в данном случае в ситуации нынешней с валютой я просто не берусь судить много или это мало изменится ли она ближайшее время или не изменится к сожалению когда рубль меняется по отношению к доллару или к евро в день по рублю здесь сложно как-то вообще о ценах говорить но тем не менее для ориентира начальная цена в минимальной комплектации на перед на переднем приводе и с механической коробкой передач причем с двигателем 122 лошадиные силы автомобиль будет стоить 699 тысяч рублей на этом я прощаюсь с вами в ближайшее время будет полноценный большой тест драйв этого автомобиля те кто на нем уже успел прокатиться говорят что едет автомобиль здорово ну и я вообще люблю форды за их настройку подвески но проверим брод я в 55 сантиметров вам не обещаю конечно вернее обещаю что его не будет ну а вот остальные ходовые качества конечно проверю на этом я прощаюсь и буду вам исключительно благодарен если вы этому видео будете ставить всяческие лайки и плюсики которые видео продвигают но делайте это только в том случае если программа это если этот обзор вам действительно понравился и был полезен удачи на дорогу Субтитры подогнал «Симон»